Для учеников одной из сельских школ из Китимского района в сегодняшний день особенный. Учебный процесс прервался из-за сообщения о том, что в столовой обнаружили неизвестный пакет. Нашел его второклассник. Никто из детей не знал, что это тренировка, и вся школа была эвакуирована за 4 минуты. Ирина Звягина наблюдала за ходом учений. Рабочая группа не успела обсудить предстоящую тренировку, как она уже началась. Для чего? Ученик 2-го класса обнаружил неизвестный пакет в столовой воду своего стола. Так, я прошу извинения. Мы сейчас начинаем действовать. Директор сказал, что надо эвакуироваться. Всего несколько минут и школа уже пуста. Для комиссии это самый важный момент, ведь детей даже не предупреждали о предстоящей тренировке. Бомба! Бомба в столовой. Улыбинские школьники знают о том, что такое терроризм. Пару недель назад они обсуждали на уроках события, происходящие в Сирии. Поэтому неудивительно, что второклассник Рома не только заметил подозрительный пакет в столовой, но и сразу сообщил о находке взрослым. Я когда пошел возле своего стула, нашел какой-то пакет, я сразу сказал учителю. Директор школы Андрей Гриненко говорит, несколько лет назад в школе возникла реальная угроза для жизни детей. Замкнула проводку в электрощитке. Ситуации справились быстро. Эвакуацию детей провели за считанные минуты. И самое интересное было, когда вся школа эвакуировалась, и ребенок вернулся, за ним гонится учитель, а на вопрос-то куда, он говорит, я спасать директора побежал, проверять, он эвакуировался или нет. Не обошлось сегодня и без промашек. Забыли подать сигнал тревоги. Мы прибыли не для того, чтобы выявить недостатки и наказать кого-то, а прибыли для того, чтобы выявить внешние недостатки, и чтобы эти недостатки впредь больше не допускались. Комиссия отметила оперативность пожарных и руководство школы. В завершении учения всем показали содержимое пакета. В качестве взрывного устройства были использованы часы и шахматная доска. Ирина Звягина, Владимир Анапрячук, Новости ОТС.